МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Анна Клыга. Сегодня узнаем, на что будут тратить деньги из бюджета Уссурийска в следующем году. Вместе с сотрудниками охотнадзора отправимся в рейд в леса нашего округа. Поговорим о происшествиях на дорогах, а еще вместе с детьми побываем на праздничной елке. А теперь обо всем по порядку. Ремонт объектов образования, благоустройство скверов, обновление дворов. На эти и другие цели заложили деньги в бюджет округа. На заседании Думы приняли главный финансовый документ Уссурийска сразу во втором и третьем чтениях. Подробнее в сюжете. Бюджет округа на следующие и плановые периоды 2024-2025 годов будет социально ориентирован. Средства пойдут на развитие образования, спорта, газификацию Уссурийска и многое другое. Главный финансовый документ округа сразу во втором и третьем чтениях приняли депутаты на заседании Думы. Бюджет социально направленный. Это значит, что будут строиться общественные пространства, обустраиваются дворовые территории, строятся детские площадки. По программе благоустройства два новых сквера появятся в Воздвиженке и Борисовке. Строительство этих объектов – результат голосования жителей сел. Также будут обновлены 46 придомовых территорий. 25 из них реконструируют по муниципальной программе 100 дворов Уссурийска. Еще 21 – по краевой. Также капитальный ремонт сделают и в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской. Общая сумма сходов, которая предлагается подтверждение на 23-й год, составляет 7,6 миллионов рублей. Образование в русский услуг социальной политикой направляется почти 60% от бюджета. На образование планируют потратить более 3,5 миллионов рублей. Средства уже выделены на ремонт детского сада номер 20 и средних школ номер 4 и 134. Отдельно коснулись и патриотического развития детей. В школах ведут новую должность советник директора по воспитательной работе. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Опасное заболевание для человека нашли в одном из сел Уссурийска. Такова легенда межрегиональных учений по ликвидации бешенства животных. Ветеринарные службы региона работали в одном из подворий Новонекольска. Маленький щенок оказался разносчиком болезни. Бешенство опасно как для переносчика, так и для людей и животных. Поэтому, по легенде, именно вспышку этого заболевания взяли за основу межрегиональных командных учений. Переносчик – это дикие мыши, собаки, получается. То есть, если собака, болеющая, бешенство попусает человека, если вовремя не принять меры общения первых 5 часов, то человек летальный сходу. За отработку был взят случай бесконтактного обнаружения зараженного животного. Больной щенок прибился ко двору. На контакт не шел. У него неадекватное поведение и заметные следы от слюнения на ротовой полости. При попытке сконтактировать с животным, животное на контакт не пошло. Ну, естественно, время позднее, владелица ушла отдыхать. Утром хозяева обнаружили щенка мертвым и вызвали ветеринарную службу. Специалисты увезли на анализ труп животного. В таких случаях берутся мазки из головного мозга. В итоге заражение подтвердилось и началась работа на ближайшей кочегу территории. Учения собрали экспертов из Сахалинской и Амурской областей, а также Хабаровского края. Представители Госветинспекции следили за взаимодействием структур. Если учение проводится, то можно даже какие-то ошибки допустить и исключить риски. А при ликвидации никаких ошибок не должно быть. И взаимодействие всех служб очень важно. На данный момент случаев заражения бешенством в Приморье не зарегистрировано. Но здесь важна эпидемиологическая обстановка не только на территории края, но и в ближайших от региона субъектах. Так в ноябре удалось предотвратить распространение птичьего гриппа из Сахалина. Поставили задачи всем ветеринарным службам, главам администрации, чтобы они провели на уровне хозяйства, которые держат кур, для того, чтобы исключить продажу, нестанкционную продажу без проверок. Подобные учения проводятся два раза в год и помогают отработать совместные взаимодействия всех структур под руководством правительства Приморья. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. Закончился охотничий сезон на фазана, но в лесах уссурийских угодий не уменьшается количество добытчиков. Вместе с сотрудниками охотнадзора наш оператор Алексей Максимов отправился в рейд. Чьи следы повстречали, расскажем в сюжете. Анатолий Андреев матер и следопыт. Старший государственный инспектор легко разберет, где пробежала косуля или кабан. И запросто выяснит, в какую сторону поехали охотники. Сейчас открыт сезон на копытных, а вот фазана можно стрелять последний день. В ежедневных рейдах сотрудники охотнадзора проверяют законность действий таежных путников. Первый встречный тут всегда не случайный. А этот лесной пешеход не один, а с собакой. Подозрения инспекторов закономерны, но с собой ни ружья, ни добычи. Мужчина рассказал, что просто выгуливает питомца. Сам житель Леневичей. Едем дальше. Допускается свободный доступ граждан для активного отдыха, для сбора, допустим, в летний период дикоросов всяческих. Просто тупо для отдыха. С семьей выехать на природу, подышать воздухом. Поэтому это не возбраняется. А если человек выезжает на отдых и берет с собой оружие, то он, согласно закона, уже охотник. А значит, должен иметь с собой охотничий билет, разрешение на право хранения и ношения огнестрельного оружия, разрешение на право охоты, на открытый вид животных и путевку. Не у всех обязательные документы есть с собой. Куча нарушения. Вот требования к списку, вы знаете, какие должны быть, да? Что список составляется на каждый день охоты. У вас исправление не допускается. В отношении у вас сейчас будет составлен однозначный протокол, потому что время не ждать, выяснять, обвинять. Составим на вас протокол, привлечем вас к административной ответственности в виде штрафа. В следующий раз вы знали, соблюдали. Этим охотникам грозит штраф от 500 до 4000 рублей. Бывает, дело доходит и до уголовного производства, в зависимости от тяжести проступка. Признаки нарушений сложно скрыть от глаз опытных инспекторов. Да и свежий снег всегда в помощь. Видны следы заездов, разворотов, направлений. Но не только протекторы интересуют инспекторов. Примечают и движения зверя. Они здесь не бежали, они шли в спокойном состоянии. Вот, переходили дорогу, просто здесь они перепрыгивают каналы, они перешагиваются, перепрыгивают. А здесь они шли вот спокойным шагом. Справа, три косули. Там, походу, есть покупки. Это, получается, косуля копытит добывает желудь, кормится. Копытом разбивает снег до земли, листья поднимает, добирается до желудя, скрывает его. С механическим способом путем, копытом, и все, вот результат. После окончания охотничьего сезона на копытных, с 10 января, в луссурийских угодьях начнется комплексный зимний учет. Когда выяснится, сколько здесь обитает зверя, станет понятна норма изъятия уже на следующий год. А вот инспекторам работы прибавится. И днем, и ночью сотрудники охотнадзора будут патрулировать лес и бороться с браконьерами. Ирина Мигунова, Алексей Максимов, Телемикс. Новое библиотечное пространство вокруг книг появилось в нашем городе. Теперь, помимо чтения, уссурийцы получат доступ к интернету и работе с мультимедийными программами. Детей займут в игровой зоне и даже научат созданию мультфильмов. Наш корреспондент оценил новшества модернизации книгохранилища на Междуречье. Гости и сотрудники библиотеки не скрывают радости. Долгие труды увенчались успехом. Новые книжные стеллажи, ноутбуки, мультимедийная аппаратура – результат выполнения программы по обновлению и созданию современного информационно-интерактивного пространства для взрослых и детей. Территория городской библиотеки номер 10 получила название «Вокруг книг». Зашел сюда, у меня сразу возникло такое, знаете, чувство теплоты, уюта, потому что на самом деле все такое новое, все модернизировано, и в такие библиотеки хочется ходить. Был бы сейчас, наверное, ребенком, я бы тоже в такую библиотеку с огромным желанием выходил. И я думаю, что школьники будут рады с этого района посещать эту библиотеку. Теперь любители чтения смогут проводить время не только с книгой в руках. Здесь можно сделать любую работу с документами или посетить интересную лекцию в отдельном зале. Для детей есть свое пространство. Интерактивные игры, творческая лаборатория «Алма» и световые планшеты «Песочные истории» заинтересуют даже самых требовательных. Закуплена у нас мультистудия, где дети могут рисовать. Есть специальные рисунки, которые они разукрашивают. Сканируют. И у нас отображается это все на экране. Если вдруг быстро нужна дополнительная информация, которой нет в книге, а телефон дома или разрядился – не беда. В зале теперь есть места и для работы с электронными ресурсами. В библиотеке любой читатель может найти книгу по своему вкусу. Читальный зал для этого предоставляет самый широкий ассортимент. Но если вдруг в процессе чтения возникла необходимость узнать что-нибудь интересное о биографии автора, то это можно сделать теперь, не вставая из-за стола, найдя нужную информацию в интернете. Валерию Розенбергу вручили грамоту за помощь в ремонте помещений и установке оборудования. Мужчина стал постояльцем читального зала с тех пор, как ушел на пенсию. Бывший моряк не утратил тягу путешествиям и по-прежнему отправляется к дальним берегам. Но уже на страницах книг и газет. Поздравить горожан и работников библиотеки пришли их коллеги, а также неравнодушные граждане, депутаты и сотрудники администрации округа. Музыкальный номер прозвучал от представителя творческого коллектива «Литературный Аль Таир», исполнительницы авторской песни Галины Николайчук. Так быстро жизнь меняется вокруг, но неизменно сердце человека. Евгений Михайлов, Алексей Максимов, Телемикс. Хоккейную коробку подготовили к зимнему сезону в Доброполье. Общими силами активных жителей, сотрудников ледовой арены и администрации округа удалось залить каток и сделать ремонт ограждений. Такое событие на улице Трудовой решили отметить красиво. Хоккейная коробка на улице Трудовой, одна из первых в Уссуриске, расположена сразу за домом культуры Родина. Ответственность за подготовку площадки к зимнему сезону легла на сотрудников ледовой арены. С наступлением морозов они залили лед, а также отремонтировали ограждения. С материалами помогли неравнодушные уссурийцы. Огромное спасибо, я хочу сказать, Сергею Сергеевичу Крысину, главе Уссурийского городского округа, за оказанную помощь в восстановлении этой хоккейной коробки. Потому что по прохождению этого летнего периода времени она тоже не стояла. И дети здесь занимались и играли в футбол. Ну и, конечно, пришла им негодность, скажем. Здесь летом дворовые команды готовились к состязаниям на Кубок главы по футболу. Зимой детвора каталась на коньках. Но с годами спортивное сооружение стало ветшать. Сейчас обсуждается вопрос об обновлении хоккейной коробки в рамках муниципальных и краевых программ. Этой коробке довольно-таки много лет. Она была установлена по губернаторской программе. А люди у нас, конечно, очень активны, особенно мальчишки. Потому что они знают, что эта коробка необходима. Тем более в наше сейчас время, которое прям про спорт. Мы очень много устраиваем на этой коробке разных соревнований. Окончание работ на хоккейной коробке на улице Турдовой решили отметить большим праздником. Воспитанники и тренеры ледовой арены организовали показательное выступление для местной молодежи. А затем сами школьники смогли принять участие в веселых стартах. Сейчас здесь очистят лед от снега и местная детвора сможет кататься. Наталья Зайцева, Роман Адонин, Телемикс. Непростая ситуация складывается на улицах округа последние несколько дней. Сотрудники ГИБДД просят без необходимости не выезжать на дороге. Ведь такая беспечность может закончиться печально. Еще до снега столкновение с препятствием унесло человеческую жизнь. С подробностями Ольга Муравьева. Среди пострадавших за неделю двое детей. С разницей в несколько часов мальчишки оказались под колесами. В одном случае виноват ребенок, а во втором автомобилист, который к тому же не оказал помощи пострадавшему и покинул место происшествия. Авария с одним участником на межпоселковой дороге. Водитель Приуса двигался из Никола-Львовского в сторону Борисовки на приличной скорости. В опасный момент не успел среагировать и слетел с дороги в кювет, где угодил в дерево. У мужчины компрессионный перелом позвоночника. Съехал с проезжей части автомобилисты в городе и тоже на Приусе. В районе 256-го дома по Некрасово мужчина на Тойоте не справился с управлением и влетел в леерное ограждение. Пострадала женщина-пассажир. Малыш и гигант одной марки не разъехались на перекрестке. Мужчина на Дейлике поворачивал с Некрасова в сторону Толстого. И по правилам обязан был пропустить автомобиль со встречки. В итоге врезался в Митсубиси Кольт. Травмирована женщина во втором авто. У пострадавшей ушибленная рана головы. И вновь улица Некрасова в сводке происшествий. Только на этот раз ДТП с тремя участниками. Водитель Калдины выезжал с улицы Амурской на Некрасово и проигнорировал требования знака «Уступи дорогу». Как итог сильнейшее столкновение с Лексусом. После зачинчика аварии отбросила на Ленд-Крузер. Пострадал автомобилист в первой машине. Сотрясением и сложным переломами мужчина госпитализирован. Крупное ДТП на Владивостокском шоссе. Мужчина на Тойоте Сай нарушил скоростной режим и врезался в кресту. Которая по инерции продолжила движение и угодила в королу. На этом череда злоключений не закончилась. Ниссан Атлас тоже попал под замес. Травмированных нет. А вот машины предстоит долго ремонтировать. Несовершеннолетний под колесами. В районе 31-го дома по улице Приморская водитель Тойоты Аквена ехал на ребенка. Мальчик переходил улицу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. У травмированного ушиб поясницы. Угодила под колеса и женщина на улице Русской. В темное время суток пешеход пересекала дорогу по нерегулируемому переходу. Однако не успела завершить маневр. Мужчина на Хонде, вероятно, не заметил этого участника движения. У пострадавшей множественные ушибы. На уходящей неделе есть один погибший. Во втором часу ночи на улице Воровского корола слетела с дороги. На приличной скорости угодила в дерево. На полученных травм водитель скончался на месте. Дед Мороз встретился с космическими пиратами. События развернулись на сцене драматического театра имени Веры Комиссаржевской. В числе первых постановку оценили дочери и сыновья участников СВО, детвора из малообеспеченных семей и инвалиды. Такой новогодний подарок им приготовил глава округа. Волнение в фойе, праздничное убранство территории и яркая елка. Вот-вот в театре драмы имени Комиссаржевской начнется первый праздник для детей. Новогодний подарок от главы округа. Сказка «Дед Мороз против космических пиратов». Гости в торжественных нарядах и приятном ожидании. Это сказка со сцены. Конечно, в спектакле присутствует интерактив для детей, но это вот такой у нас зимний спектакль. В театре вообще рекомендовано ходить детям с трех лет. Конечно, бывают индивидуальные случаи, когда маленький ребенок спокойно может высидеть, потому что тут же все про время. Сможет ли ребенок высидеть целый полноценный спектакль, который идет час 05-10. А так с трех лет и до ста. Маша и Миша ожидают встречи с седовласым старцем, загадывают желания и мечтают о вкусностях от именитого дедушки. Но не тут-то было. На их пути встречаются пришельцы, которые хотят забрать новогоднее чудо на свою планету. Крупы космических пиратов. Загватить объект с кодовым названием «Дед Мороз как кознь»! А вот и пиратская братва. Эти четверо намерены строить козни и втереться в доверие детворе, причем и тем, кто в зале. Спектакль интерактивный. Актеры вступают в разговоры со зрителем в попытках научить плохому. И только дедушка в красной шубе способен творить чудеса. Чтобы дети поверили, настоящий Дед Мороз или нет, нужно всегда оставаться Дед Морозом, а не кривлякой. Дед Морозом должен быть хороший голос, манеры и внешний вид. Ну, это мое сугубо Дед Морозовское мнение такое. Ну и, наверное, в душе должно быть что-то, конечно. Волшебство? Безусловно. Малыши, конечно, верят в волшебство. А елочка в театре – повод загадать желание. Ведь до праздника считанные дни. А подарков от Дедушки Мороза – ой, как хочется. Я хочу фломастер и блокнот, и раскраску. Ты еще не писала Дед Мороз? Нет. Почему? Еще не написала. Ну, планируешь писать? Какое бы ты хотела отдельно себя относиться к кем побывать? Я бы хотела кроликом. Почему? Потому что у меня зубы как у кролика. Как раз очень кстати. Ведь наступает год кролика. Зубы, конечно, нужно беречь. Но после праздников. Ведь каждого гостя, елки, главы, округа ожидает сладкий подарок. Всего заготовлено более 500 сюрпризов. А тех, кто пожелает окунуться в новогоднее представление, ждет повтор 3 января в 10.30. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Девочка из Уссурийска покорила звезд шоу-бизнеса. В свои 11 Стефания Коваленко выступила в проекте «Голос дети». Сейчас Теша вместе с родителями в Москве продолжает участие в проекте. Я встретилась с юной певицей и узнала, как изменилась ее жизнь после громкого успеха. Девочка из Уссурийска взорвала сцену проекта «Голос дети», где выбирают лучших юных вокалистов страны. Число тех, кто вышел на площадку, Стефания Коваленко попала не сразу. Но в итоге добилась цели путем своих трудов и упорства родителей. На кастинг ходили на «Голос» мы почти два с половиной года. На один кастинг мы не попали два года назад, потому что уже было поздно заявку подавать. В том году мы подали заявку, но мы не прошли кастинг. Мы стали заниматься вокалом больше в этом году, и вот прошли кастинг. Девочка уже прочувствовала, что путь к славе тернист. Начался он пять лет назад в Уссурийске с фольклорного отделения детской школы искусств. Потом на занятия будущую певицу возили во Владивосток. Год назад семья переехала в Москву к лучшим педагогам страны. Мама почти постоянно за рулем, чтобы везде успеть. А Стеша встает рано утром и возвращается домой поздно вечером. Занятия в школе и секциях идут почти без перерыва. Я занимаюсь вокалом, террским мастерством, хип-хопом. Занималась чуть-чуть брейк-дансом, но уже забросила. На сноуборд хочу встать, еще не было ни одного занятия, но надеюсь, будет. И я играю на фотопиано, гитаре и в выпуске все это еще. Ест она в машине, пьет она в машине, и все в машине, уроки иногда даже в машине делает, потому что по-другому не получается. Я ей говорю, давай закончим, начнем рисовать или там палетом или чем-то заниматься. Нет, я буду петь. Ну, если я не буду петь, если у меня это не будет получаться, я буду актрисой. И даже опыт съемок уже есть в компании с известными актерами. Стефания сыграла дочку одной из главных героинь комической истории, которая выйдет на российские экраны этой весной. Несмотря на занятость, Стеша не забывает про учебу. Я очень хорошо учусь, я отличница, люблю физкультуру и математику, потому что люблю решать задачи всякие, примеры и люблю спорт. Энергия, искренность и решительность покорили жюри голоса. Стефания Коваленко выбрала для выступления сразу две песни «Отпускаю» – «Певица Максим» и «Комета Джонни». Мелодии слились в одну. Такой ход предложил преподаватель юного дарования и не ошибся. К стеше повернулись все трое судей. Этого девочка не ожидала. Я люблю музыку Максим. И я пела ее песню. Она ко мне первой повернулась. Были реакции такие очень для меня хорошие. И поэтому я пошла к ней. Теперь Стефания Коваленко учится у известной певицы и посещает прежние занятия. Первый отбор шоу «Голос» пройден. Стефанию ждет борьба в тройке исполнителей, из которого выйдет только один и продолжит путь дальше. Она вообще поменялась после «Голос». Она стала взрослее, серьезнее. И отношение у нее стало намного серьезнее к этим всем вещам. Девочка родом из нашего города настроена решительно и тратит все свои силы, чтобы обойти соперников. Результат покажут скоро на Первом канале. Многие верят, что в Новый год случаются чудеса. Стеша и ее родители точно знают, что попросят у Деда Мороза. А мы всем уссурийском скрестим за них пальчики. Анна Клыга из Москвы специально для телемикса. Однажды почувствовать себя звездой. Такая возможность выпала участникам шоу «Голоса». 11 семей больше месяца занимались с вокальными наставниками, а после предстали перед публикой. Оценила певческие таланты и наша съемочная группа. В этом зале все как в лучших традициях масштабных певческих конкурсов. Только действие разворачивается в уссурийске. И участники шоу «Голос» пока еще не звезды, а самые обычные – жители города. Возможно, из соседнего дома, улицы или двора. Просто они смелые. Решились в дуэтах ребенок и родитель выйти на сцену. Эмоции вообще просто шквал. Дети, вот буквально час идет подготовка в таком восторге. Родители, к счастью, не переживают. В общем, мы, как всегда, на все сто готовы. Вот это все настолько будоражит и заряжает просто неимоверной энергетикой людей. Я впервые нахожусь на подобном мероприятии, но эмоции уже шикарные. Я думаю, что будет сегодня очень круто. И энергетически заряженное помещение уже сейчас. Невероятная энергетика – главный двигатель организатора проекта и всех участников. Таких набралось 11 команд. Обязательное условие в каждой – поет родитель и ребенок. Помощники – опытные наставники. Люди, которые своими голосами уже покорили наш город. Тут все-таки связь родителя, ребенка и творчество дает, в общем-то, многое. Творит чудеса и семьи. И просто, если проект был изначально задуман, да, один родитель, один ребенок, то мы сейчас отслеживаем, что практически вся семья принимает участие в номерах, поддержка, сидят семьи в зале. И, ну, это здорово. Неожиданно, но среди вокалистов оказалось много отцов. Бытует мнение, что папы чаще держатся в тени. Только не на этот раз. Мужчины смело поддержали своих детей. Возрастных ограничений здесь не вводили. Самой маленькой участнице всего пять лет. Как хорошо быть ребенком все-таки, потому что мы много накручиваем себя, переживаем, вот, а детям все проще. Вы довольны, что участники обещают? Да, конечно, все новое, всегда надо пробовать, поэтому мы счастливы, да, Вера? Да. Ну, конечно, переживала больше мама. У Каролины уже есть опыт нахождения на сцене. Она занимала уже и первое, и второе место в своих народных конкурсах. Немного волновались, переживали, но побороли свой страх и спели. А организаторы уже генерируют новые идеи. К слову, летом состоялся первый певческий проект для одних родителей. Теперь вовлекли детей. Что же дальше? Идея уже есть, но пока ее держат в секрете. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Теленикс. Заветные мечты исполнят в Уссурийске. Чтобы порадовать маленьких жителей нашего округа, в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской установили елку желаний. Мы узнали, как взрослые смогут подарить детям праздник. Оригинальная елка появилась в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской. На веточках дерева, наряду с обычными шарами, особые украшения. На этой елочке разместились 100 игрушек с пожеланиями. Дети, конечно же, просят самое главное. Например, Алиана просит набор для плетения из резиночек. Вероника хочет мольберт. А Настя – розовые коньки 35-го размера. По очереди к елке желаний подходят люди, чтобы снять игрушку и воплотить детскую мечту в реальность. Первым это сделал глава округа Евгений Корж и выбрал сразу несколько записок. Чуприна, Варвара, два года. Большая говорящая кукла. Мимо наших детей, все ваши пожелания и подарки будут исполнены. И Дед Мороз до Нового года вам все привезет. Следом свой выбор сделали краевые и местные депутаты – предприниматели. Акция «Елка желаний» проходит в Приморье уже в пятый раз. Впервые стать участником решила Эльвира Логинова. Сама мама и знает, насколько важно дать детям веру в чудо. Тем более, что стать волшебником просто. Каждый человек может делать такие подарки для душевного своего состояния, для состояния душевного ребенка. Это очень важно. Радовать и радоваться жизни. Чтобы мы не вытянули, будем осуществлять. Конечно, это все осуществимое. Я думаю, можно купить в любой точке города, в любом магазине. Здравствуйте, здравствуйте. Ай, какие вы красивые девочки. Слушай, Настя, все здесь. Девчонки, нам Сорока Ворона в лес принесла ваши письма. Вы писали, Дедушке Морозу, письма? Да. Любимые новогодние персонажи сразу отправились в гости. Подарки от главы округа вручили многодетной семье Чуприных. Папа девочек военный и сейчас находится в зоне проведения СВО. Позже Дед Мороз и Снегурочка отвезут порцию сюрпризов по другому адресу. И так до конца декабря, чтобы все дети получили свои подарки до Нового года. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. В новом выпуске рубрики «Арсеньев наследие» мы познакомимся с одним из таежных обитателей – благородным оленем. Узнаем его дальневосточное название, как определить присутствие этого животного в лесу. А еще прочитаем, что писал о копытном Арсеньев в своих книгах. О полной опасности жизни грациозного зверя смотрите далее. Редактор субтитров А.Семкин Всем привет! Это снова рубрика «Арсеньев наследие» и с вами Евгений Михайлов. Сегодня я вместе со своим спутником, оператором Ларионом, движемся по лесу и смотрим, наблюдаем за интересными моментами из жизни его обитателей, о чем мы сегодня вам и расскажем. Давайте же посмотрим, кто, как живет в зимнем лесу. А вот такое дерево мы, кажется, уже встречали и говорили об этом явлении в одном из прошлых выпусков. Тогда мы идентифицировали его как лесной перекресток. Наши коллеги-зоологи связались с нами и сообщили, что это не только то, что мы имели в виду, но и это, по существу, обеденный стол одного из видов оленей. Сейчас мы поговорим с вами об этом видеолене, который объел этот ствол от основания до почти двухметровой высоты, выше даже моего роста. Это был изюбр или уссурийский благородный олень. На вершине хребта Дадяньшань растет лес крупный, чистый, вследствие чего наше передвижение с вьюками происходило довольно быстро. В одном месте мы вспугнули двух изюбров – самца и самку. Олени отбежали немного и остановились как вкопанные, повернув головы в нашу сторону. Один из казаков хотел было стрелять, но я остановил его. Продовольствия мы имели достаточно, а лошади были перегружены настолько, что захватить с собой убитых оленей мы все равно не могли бы. Я несколько минут любовался изюбрами. Наконец, самец не выдержал. Он издал короткий крик и, положив рога на спину, сильными прыжками пошел наискось под гору. Это стройное и красивое животное имеет длину 1,9, а высоту 1,4 метра. Вес тела достигает 197 килограммов. Шерсть изюбра летом светло-коричневая, зимой серовато-бурая, с бело-желтым зеркалом сзади. На длинной и сильной шее, украшенной у самцов гривой, помещается красивая голова с большими трубчатыми и подвижными ушами. Рога зимой спадают и весной вырастают вновь, и при том каждый раз одним отростком больше. Поэтому по числу отростков можно судить о возрасте оленя, считая один лишний год, когда он ходит безрогим. Однако количество отростков есть предел. Обыкновенно взрослый самец имеет их не более семи. В дальнейшем идет только увеличение веса рогов, их размеров и толщины. Молодые весенние рога, наполненные кровью и еще не затвердевшие, называются понтами. Арсеньев по Уссурийскому краю. Высота снежного покрова здесь приятная. У меня даже носок, ботинка и то полностью не проваливается. А между тем этот показатель очень критический для жизни поголовья всех копытных в крае. В период выпадения больших снегопадов, так называемых завальных, жизнь изюбри, и не только их, становится невыносимой. И они зачастую погибают целыми стадами. Незамерцающие протоки несут смертельную опасность для оленей. Во многих частях приморья такие смертельно опасные ловушки представляют угрозу для жизни оленей всю зиму. Попав в которую, если достаточно глубоко, он выбраться сам не может и поэтому замерзает насмерть. Да, жизнь изюбри в лесу трудна. Хищники, охотники, другие опасности. И поэтому, чтобы хоть как-то сохранить свою жизнь, нужно как минимум уметь хорошо маскироваться. Вот как я сейчас. И пока меня никто не заметил, я хочу, друзья, с вами попрощаться. Буду здесь скрываться до следующего выпуска нашей рубрики, который выйдет через неделю. Будет, как обычно, очень интересно. Поэтому, друзья, увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok